Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я делюсь с вами способом создания картин при помощи ластика. Вы меня уже давно просите рассказать и показать подробнее о этой технике. Это моя авторская техника. Придумывала я ее сама путем экспериментов. Получилась такая вот интересная волшебная техника. Создание таких картин очень легко и просто. С ней справится даже трехлетний ребенок. Для создания картин с ластиком я использую масляные краски. Преимущественно холодных тонов. Это светло-фиолетовый, светло-голубой и темно-фиолетовый. Также мне понадобится масло, ластик, тряпочка для вытирания рук и загрунтованный картон или ДВП. Можно брать любой материал. Важна здесь сама грунтовка. Я использую для создания таких картин грунт фирмы Санет. Я думаю, что не имеет значения фирма. Важно, чтобы грунтовка была на основе акрила. Затем я смазываю руки маслом и наношу при помощи рук цвета. Наношу я достаточно хаотично. Я не соблюдаю никакой пропорции. Главное, чтобы верх, низ и бока, стороны были потемнее, а центр светлее. Его масло смазываю вот так вот. Какой ластик не имеет значения. Вот такой вот у меня всегда квадратненький. Им можно создавать разные узоры. Хочешь вот так плоские, хочешь сделать узкую такую тоненькую линию, вот это ребро. Или вот так. Ну, сейчас я вам покажу, как я делаю. Вот маслица мне сильно тоже, так прям не текло. Сейчас я просто беру ластик и слегка прижимаю к самой основе. Вывожу вот такие вот лепестки. Конечно, это неровно делается, такими изгибами. Вот. Ну, на что у вас хватает фантазии, в общем говоря. Заранее сюжет я никакой не продумываю, потому что здесь, ну, это просто воля вашего воображения, фантазии. Вот. Я пробовала так создавать и лепестки, и цветы, и розы у меня даже получались. Ну, вот. В общем, ничего сложного. Это просто стоит попробовать. Чем сильнее прижимаешь, тем как бы светлее полосы. Все зависит от вашего нажатия к самой основе. И такие вот будут темнее, светлее лепестки. Ну, так же, чем вы берете плоскостью, тогда шире лепесток. Узкая, тогда узенький. Ну, вот такая вот получилась у меня картина, дорогие друзья. Пишите ваши впечатления.